Если ваш знак Зодиака Дева, то этот гороскоп Таро на декабрь 2017 года для вас. Давайте вместе посмотрим, каким будет этот месяц уходящего года. Я достала 4 карты из колоды Таро, 1 карту на любовь, 1 карту на деньги, 1 карту на здоровье и 1 на удачу. И в этом раскладе выпал 1 старший аркан, который подчеркивает важность темы здоровья в этом месяце для знака Зодиака Дева. Но давайте карты рассматривать по порядку. Первая карта, которая выпала на любовь, это семерка жезлов. Эту карту я называю перфекционистом, потому что она демонстрирует высокие требования как к себе, так и к окружающим. В то же время эта карта может указывать на хорошую, высокую самооценку человека и на чувство собственного достоинства. У этой карты также есть такое значение, как высокое положение или выгодная позиция. И если вы еще в поиске своей любви и не встретили свою половину, то семерка жезлов может указывать на то, что вы можете быть просто недоступны для ваших потенциальных поклонников и поклонниц. А тем, кто вас добивается отчаянно, вы склонны отказывать. Я не буду советовать вам снизить планку ваших ожиданий. Я просто вам порекомендую обращать более пристальное внимание на те предложения, которые будут вам поступать. Вполне возможно, что среди тех, кто вас добивается, на самом деле есть достойные поклонники или поклонницы. Если же вы уже встретили свою вторую половину, у вас уже есть отношения, но вы еще не состоите в браке, семерка жезлов может указывать на то, что в ваших отношениях возникли некоторые недопонимания. И связаны они могут быть с тем, что либо вы не совсем согласны с тем, что предлагает ваш партнер, либо ваш партнер не слышит и остается глухим к вашим доводам. Вполне возможно, что следующий месяц будет более благоприятным для вас. Если же вы уже состоите в браке, то семерка жезлов может указывать на то, что кто-то вас хочет подвинуть. Другими словами, будьте готовы к отстаиванию своих интересов и своей позиции в вашей семье. Вторая карта, которая выпала на деньги, это тройка мечей. У этой карты не так уж и много значений. Как правило, она говорит о разочаровании. Так и называется – разбитое сердце. И если эта карта выпадает на тему денег и материальных благ, достатка, то это может указывать на то, что ваше положение может быть нерадостным. Вы можете остаться недовольными тем уровнем доходов, который будет у вас в этом месяце. И возможно, вы будете расстроены тем, что вам не хватит средств на покупку именно тех вещей, о которых вы мечтали. Либо те покупки, которые вы приобретете в этом месяце, вас впоследствии разочаруют. Однако на этой карте изображен ангел, который спасает человека. А это означает, что вы находитесь под защитой высших сил. И все, что не делается, делается к лучшему. Третья карта, которая выпала на здоровье – это старший аркан шут. Обычно, когда я вижу эту карту в данной сфере жизни, я рекомендую своим клиентам отправиться в отпуск. И обязательно хорошенечко там отдохнуть. Отвлечься от работы, от проблем, от неурядиц. И хотя бы какое-то время побыть беззаботными. Хороший отдых – это именно то, что вам сейчас нужно. Это должно пойти на пользу вашему здоровью. Однако по этой карте нужно быть внимательными. Поскольку шут провоцирует халатные отношения к своему организму. И люди часто по этой карте допускают разные ошибки в отношении себя. Халатность и невнимательность могут приводить к несчастным случаям. Но иногда карта шут приносит удачу из тех источников, откуда совсем не ждешь. Если в этом месяце вам понадобится медицинская помощь, то здесь могут оказаться эффективными новые и нестандартные методы лечения. Но еще раз повторю, лучшее лекарство для вас в этом месяце – это все-таки отдых. Четвертая карта, которая выпала на удачу – это Дама Пентакли. Я ее называю «Практичная женщина». И поскольку эта Дама олицетворяет женщин, принадлежащих земной стихии, то вполне вероятно, она указывает именно на вас, если вы женского пола. И тогда получается, что ваша удача в ваших руках. И от ваших решений будет зависеть ваш материальный успех. Однако Дама Пентакли может показывать и другого человека, который может принести вам удачу. Если вы мужчина, то это может быть ваша супруга или ваша любимая девушка. Также Дама Пентакли часто может указывать на маму или на начальницу. Для некоторых Дама Пентакли может обозначать их ребенка, то есть дочь. И именно этот человек в этом месяце – ваш талисман дачи. Именно с этим человеком к вам приходит успех. Не обязательно, что это будет кто-то из ваших близких или знакомых. Вполне вероятно, что в вашу жизнь войдет новый человек и привнесет новую энергию, какие-то интересные идеи и предложения. А возможно, предложит и собственную помощь для реализации ваших каких-то задумок. Ну что ж, друзья, вот таким получился у меня прогноз для знака Зодиака Дева на декабрь 2017 года. Не забывайте ставить лайки, чтобы поддержать проект Гороскоп Таро. И чтобы ваши желания в новогоднюю ночь исполнялись. Чем больше лайков, тем выше шансы. Продолжение следует...